Здравствуйте! Вы смотрите Углегорские новости в студии Елизаветы Кипарисова. Мы с коллегами расскажем о событиях этой недели. Прямо сейчас самые важные темы выпуска. Подтоплены дома, дороги, поля и огороды. Паводок ударил по Углегорскому району. Проснулись утром, полшестого утра. Когда посмотрели в окно, то уже все у нас было залито водой. Пить нельзя, очистить не получилось. Жители Шахтерска остались без чистой воды. У меня чуть-чуть омарок не случилось. Это что такое вообще? Где очистные сооружения? Последний звонок в этом году прозвенит для углегорских выпускников, сколько их и готовы ли. В жизни каждого человека наступает тот момент, когда птенец должен вылететь из гнезда, расправить крыль и жить самостоятельно. Звезда сериала Склифосовский на углегорской сцене только теперь в роли короля. Как прошел спектакль с участием московских артистов? Это событие, понимаете? И для нас это событие. Углегорский район попал под удар стихии. Реки вышли из берегов, затоплены поля и не только. Дарья Кораблева продолжит. 70 метров дороги в Паречье подтоплена. Уровень воды достигал 40 сантиметров. Три улицы пострадали особенно сильно. Участок Любовика Собчук был подтоплен полностью. Гараж, огород, теплица и летняя веранда. Как уверяет пенсионерка, между водой и домом оставалось буквально 3 сантиметра. Мы проснулись утром, полшестого утра. Когда посмотрели в окно, то уже все у нас было залито водой. Весь огород. Мы высадили помидоры в теплицу. И все было залито водой. И вода стала очень быстро прибывать. Под ударом стихии оказались и другие населенные пункты района. Шахтерск, Краснополье, Ольховка и Лисогорское. В Шахтерске люди боролись со стихией сами. Замеряли уровень реки и вытаскивали бревна. Руками вытаскивали, цепляли как могли эти бревна, чтобы запруда не было. Потому что если организуется запруда, вода пойдет куда? Пойдет на нас. Вот. Позвонили МЧС, потому что нужны багры. Позвонили, попросили элементарно привезите багры хотя бы. Мы своими силами это сделаем. МЧС сказала, да, сейчас, а никто не приехал. Вот это, конечно, возмущает вообще. Но как так? Сложная ситуация остается в Ольховке. Там потопило поля. Чтобы вода ушла, сотрудники МЧС поднимали уровень дамбы. Это временное будет решение. Поднять уровень дамбы в дальнейшем. У нас разработан проект полностью на ее укрепление. Работаем совместно с Министерством экологии. Они курируют этот вопрос. Эту дамбу надо полностью поднимать. Укреплять. Чтобы она была и выше, и крепче. Сейчас во всех населенных пунктах района уровень воды значительно снизился. Процесс ликвидации и последствий поводка находится на контроле Углегорской городской прокуратуры. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Николай Петров. Углегорские новости. Шахтерск остался без чистой питьевой воды. Мутность повысилась. Пригодность только для технических целей. Подвоз воды был организован. Но все ли довольны? Цвет лужи. Вот какая в луже вода, такая вот она. Цвет болота. 16 мая в Шахтерске из кранов течет грязная вода. Использовать можно только для технических целей. Все из-за обильного таяния снега. Грязь, глина и мусор попали в воду. Я вчера вечером приехал, честно вам скажу. Я их так весь потешу, я сразу в душ. Вчера днем, когда была плохая вода. Когда вода была, у меня чуть омарок не случилось. Это что такое вообще? Где очистные сооружения? Где очистные сооружения? Их просто нет. Это хорошо, если у кого-то дома дети, внуки. А если у кого детей дома нет, он целый день на работе на сутках. И в магазинах сейчас, пошел пятилитровый банк, куплю воды. Нету, все разобрали. Кроме этого, жители жалуются, что машины с водой приезжают с опозданиями. То, что бывает с опозданиями, ну, бывают такие ситуации. Почему? Потому что где-то забор воды на каком-то адресе в больших объемах производят. То есть, если рассчитано, ну, к примеру, там, по 100 литров, да, допустим, разбор воды, допустим, на семью, то берут гораздо больше. Не развернется, она не уедет, когда люди стоят в очереди за водой. На станции водоочистки два раза в сутки промывают фильтры. Это должно помочь сделать воду чище. Правда, пока ситуацию не исправили. То есть, то оборудование, которое установлено на предприятии для очистки воды, приведения в порядок в соответствии со СНИПом, с нормами, оно не справляется. Оно не справляется с таким объемом грязи, которое находится в воде. Ситуация в Шахтерске остается чрезвычайной. Когда вода будет чистой, специалисты сказать не могут. Так что жителям Шахтерска остается получать воду по графику или покупать в магазинах. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Николай Петров. Углегорские новости. В прошлом выпуске новостей мы сообщали, что 28 мая мобильный комплекс будет ездить в отдаленные районы, чтобы все желающие могли сделать прививку. Определены время и точные координаты. Планируем с 10 до часу это конечная остановка второго маршрута, а с 14 до 5 – район второй школы. Прививочная кампания против COVID-19 продолжается. И Углегорский район по-прежнему лизируют в области по количеству привитых. Произошли изменения в статистике. Есть заболевший. В Углегорском районе есть один ковид положительный. Заболевшие проходят лечение амбулаторно. Течение заболевания легкое. Лекарственные препараты в положенном объеме получил. Врачом наблюдается. У нас убавился на одного человека контактных. Вчера было четыре. Пришел один отрицательный результат. Остается трое. Так что в нашем районе обстановка спокойная по сравнению с остальными районами области. Как проехать тему дорог в Углегорском районе, если в райцентре на главной улице затруднено движение? Там ведется ремонт, а совсем рядом на объездной дороге провалился асфальт. И дорогу перекрыли. Екатерина Петрова продолжит. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Можете посмотреть, что там в южной дороге. Сам совместно проводилась работа. В том числе этот участок управляло нашу ДРСУ. Звездное мнение мы обратились к коммунистинному директору ДРСУ. О том, как получилось, что дорога после капитального ремонта обвалилась. Это позабыть? ДРСУ асфальтировало, наверное, этот участок без понятия когда-то. Вы там разберитесь, кто был заказчиком. И кто там эта яма, кто был заказчиком тогда. А кто будет сейчас ремонтировать? В администрации, спросите. Подскажите, к кому лично обратиться тогда? В Дорожку. Это же у нас самый главный чувак. Нам удалось поговорить не с главным, а с его заместителем. Он пообещал дыру в асфальте время на засыпать щепнем. Пока дорожник положили на яму деревянного населения, а направление все еще перекрыто. Когда дорогу откроют, узнать не удалось. Руководитель местного управления дорожно-транспортным хозяйством на вопрос ответить не смог. Вчера был не готов, а сегодня перестал отвечать на телефонные звонки журналистов. Екатерина Петрова, Александр Гагаркин, Углегорские новости. Завтра в субботу день будет звонким. В 11 общообразовательных учреждениях Углегорского района прозвенят последние звонки. А в 15 часов 280 выпускников 11 и 9 классов примут участие в традиционном праздничном шествии. Как проходит подготовка к последнему звонку, расскажет Снежана Соколова. Как ты себя оцениваешь? Хорошо. Карина Шеветхова отвечает на каждом уроке. Списать у соседа тоже не получается. Карина единственная ученица в своем классе. К тому же еще и выпускном. Так что последний звонок в Лиссагорской школе прозвенит только для нее. В плане учебы, что учителя сосредотачиваются только на тебе, и как бы больше в твоей голове усваивается знаний. А минус в чем? То, что одна скучно учиться, и учителя спрашивают только тебя. Праздник в Лиссагорской школе будет. И пусть для единственной выпускницы. Здесь была моя первая любовь, Здесь были мои первые друзья, Здесь были мои первые ошибки. В Башняково к последнему звонку готовятся девятиклассники. В этом учебном году в нашей школе так сложилось, что нет одиннадцатого класса. Но зато у нас очень интересный, дружный, творческий девятый класс. Среди сельских школ Углегорского района Башняковская по числу девятиклассников одна из первых. Десять учеников. Половина после сдачи экзамена в школу покинут. В жизни каждого человека наступает тот момент, когда птенец должен улететь из гнезда, расправить крылья и жить самостоятельно. В школе номер пять Углегорска в этом году 35 одиннадцатиклассников. Это самое большое количество выпускников в районе. Не все из них понимают, что завтра прозвенит последний школьный звонок. Осознала, но еще не до конца. Еще нет такого понимания, что нужно скоро уже уходить со школы. Грустно? Да, достаточно, да. Почему грустно? Ну, не хочется покидать эти стены. Уже так не придешь, не посидишь в классе, не поговоришь с одноклассниками. 280 учеников, юные и смелые, готовятся услышать последний звонок. Но пока у каждого из них только одно желание – успешно сдать единые государственные экзамены. Снежана Соколова, Николай Петров, Углегорские новости. Угнал, покатался и бросил на кладбище. В ночь с 19 на 20 мая в районе улицы Инженерной в Углегорске неизвестный угнал микроавтобус. Автомобиль обнаружили утром 20 мая перевернутым на Углегорском кладбище. На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета и ГИБДД. Машина пострадала не сильно, ее эвакуировали. Однако автомобиль повредил три захоронения – два гранитных памятника и металлическую ограду. Захоронение обещают восстановить. Как стало известно нашей съемочной группе, угонщика обнаружили быстро. Роман, так нашли уже угонщика? Да, нашли. Мы сами с ним как бы это решим. А, то есть уже известно, кто угнал, да? Ну, по глупости просто. Молодой парень. Медведя, растерзавшего коров в Паречи, застрелили. 7 мая у фермера Самира Мустафаева хищник разорвал телят и тяжело ранил корову. Оказать ей помощь так и не удалось. Лесничьи обследовали лес вокруг Паречи и заключили, что там безопасно. Погода радует жителей Углегорского района. Солнечное и теплое. Практически лето. Аграрии вовсю высаживают овощи. Сейчас в районе четыре крупных сельхозпредприятия. Самое крупное – крестьянское хозяйство Логинова. Месяц назад сменился владелец, но марка осталась. Новые собственники планируют расширение производства и высаживают рассаду. Уже набирает силу огуречная и капустная. Привыкает к тепличным условиям помидорная. Собирать урожай будут в июле-августе. Продавать планируют на рынках Шахтерска и Углегорска, а также в магазинах района. Всероссийская акция «Сад памяти» прошла в Углегорском районе. Цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 27 миллионов деревьев в память о таком же количестве погибших. Дарья Кораблева расскажет подробнее. Всероссийской акции «Сад памяти» в два года. В 2020-м к инициативе присоединились 300 тысяч человек из 85 регионов страны и свыше 50 других государств. Акцию поддержали и сотрудники лесничества Углегорского района. Сегодня у нас проводится акция «Сад памяти», чтобы увековечить память погибшим солдатам. Ну, также, чтобы была у нас лучшая экология, чистый воздух. Лесники высадили 60 елей в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. На одинаковом расстоянии, чтобы деревья росли и не мешали друг другу. До 10 лет ель будет расти очень медленно. В пятилетнем возрасте достигнет 50 сантиметров. И только в 10-летнем возрасте начнется активный годовой прирост. Лес всегда важно высаживать. Надо что-то оставлять после себя. Не то, чтобы мы карьер взяли. Лес садить для потомков, для наших потомков. Мы-то не увидим большие буши. Сейчас важно за хвойными растениями следить. Не только лесникам. Обычно после высадки немногие деревья приживаются. Всему виной небрежное отношение людей к окружающей среде. По словам лесников, на месте посадки часто видят следы от машин, мусор и даже вырванные саженцы. Но этими деревьями точно нельзя пренебрегать. Каждый из них – живое напоминание тех, кто не вернулся с фронта, кто отдал жизнь ради победы. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Сегодня, 21 мая, состоялось торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня образования отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Углегорскому району. Полиция – это у нас новичные органы внутренних дел, одно из самых важных, наверное, инструментов государства. Это именно те люди, которые стоят между, скажем, тьмой, преступностью, всем мраком, который существует в человеческих душах, и между нормальными людьми. И немалую часть во всем этом составляют те люди, которые несут нелегкую порой и неблагодарную службу. В районном Доме культуры «Октябрь» чествовали лучших сотрудников и ветеранов полиции за добросовестное исполнение служебного долга. В торжественной обстановке вручили медали и грамоты, почтили минуты молчания тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. 19 мая в РДК «Октябрь» состоялась премьера спектакля «Лев зимой». Звездный состав на сцене и аншлаг в зале. Все подробности в нашем следующем сюжете. За несколько часов до начала спектакля актеры встретились с журналистами углегорских новостей, рассказали о том, что творчестве и поделились воспоминаниями. А он не в театре. Большие города, маленькие города. Зрители везде одинаковые или разные реакции? Вот, например, если сравнить там, вы были в Корсакове, и если сравнивать с московской сценой, то есть где зрители... Даша, понимаете, я вам объясню. Это событие, понимаете? И для нас это событие. И когда ты выходишь на сцену, ты хочешь этим людям сделать ответный вот этот праздник. Вот я в профессии 25 лет, для меня до сих пор это невероятное то, что происходит. В 7 часов вечера с третьим звонком открывается занавес. И на твоих глазах... В кино же можно сделать монтаж, там дубль сделать. В театре это невозможно. И вот для меня до сих пор это просто невероятное чудо, которое творится благодаря артериальному атмосферному давлению, гороскопу, сходу лавины, понимаешь, и солнечному удару. Но то, что вот именно химия публики и твоя, и партнерская, да, потому что же нельзя зрители где-то там, а мы играем здесь. Нет никакой четвертой стены, не слушайте вы, это бред. Есть химия, которая происходит на ваших глазах и на наших. И это прекрасно. А публика везде на самом деле одна. Анна Александровна, насколько нам известно, вы вышли в 6 лет, первый раз на сцену, собственно. Расскажите о своих мозгах, впечатлениях. Я вышла первый раз на сцену в спектакле «Женильба». На сцену выходил с Броневым, с Казаковым, с Яковлевым, с Николаем Волковым. И вообще казалось, что у меня главная роль, а, собственно, они тут ни при чем ходят. У меня была главная роль. Кто эти люди? И потом сказал, ах, а ты вы со мной. А у меня был первый выход. Деревня Пиромайск. Это, ну, вы знаете, да, Смельховский район? Деревенский клуб. Деревенский клуб. Мама рода друга, Нина Кузьминошина. Она... Я сижу за сценой, плачу, потому что нужно надевать какой-то рыжий парик. А я так говорю, рыжий парик. И дети уговаривают меня выйти на сцену. Я, Кузьминошина, пришла, замок меня вывела. Я помолчал на сцену. Потом вывел обратно. Я плакал. Он говорит, Сереж, ладно, иди фокус покажи. Сняли-сняли парик, дали мне открытку. Я вышел, показал фокус. Я очень довольный. Потом вышел. Мне спрашивают, как это делать с фокусом. Я никому секреты не раскрыл. И все. Вот мой первый выход. У меня был первый выход на сцену в театре на Таганке в спектакле «Дом на набережной», где играл наш педагог Александр Савякович Бенинбой. Я был пионером. Мне надо было стоять там на... Ну, очень долго, заранее, мы заряжались где-то там наверху. И я помню, что, я не знаю, час, наверное, мы сидели вот так на корточках. И я жутко, жутко боялся. И я не помню, соседнему я говорил, а когда вставать-то? Надо было просто в какой-то момент пионером встать. И вот это вот кошмарно растянутое время, когда ты не знаешь, когда тебе встать. После ограничений, да, которые связаны с пандемией, насколько известно, это первые большие гастроли. Нам вот эта пандемия очень помогла, потому что мы сели в своих домах, квартирах и репетировали в Зуме. И вот этот самый сложный период, как бы и самый скучный, и самый полезный, с другой стороны, застольный он называется, разбор пьесы, мы провели в Зуме. И когда нам уже надо было выходить на сцену, мы были настолько уже готовы, уже такие родные. Притом из ГЕЛа, например, я видел его еще студентом, это было очень давно. И вдруг мы потом увиделись так живьем, да, потом, ну, с Вовкой много лет уже дружим. А с Анной, с Анной мы были в Зуме. В Зуме увиделись как раз. Поэтому, да, ну вот, и слава Богу, что это так произошло, потому что потом, вот уже, когда уже ограничения были сняты, мы начали чаще играть. И спектакль наш молодой, и мы рады его представить вам. График напряженный, времени на отдых у актеров нет. 18 мая выступали для жителей города Тарсакова. 19-го уже в Грибурске. 22 мая в Охе. Финал... ...в Сахалинске. Лев зимой. Историческая пьеса, посвященная взаимоотношениям семьи Генриха II и Леоноры Аквитанской. Пьеса разворачивается в 1183 году в Англии. Во время рождественских праздников стареющий король должен назвать имя наследника. Роль короля исполняет Максим Аверин, Анна Якунина и Леонора Аквитанская. Любовницу короля играет Мария Сверид. Кстати, в жизни Анна и Мария – мать и дочь. А вот, Ильяна, со своими тяжелыми мыслями, тяжелыми, как мраборные плиты. В роли будущих наследников Сергей Сосердовский, Беломерский и Владимир Секленко. Сергей – коренной сахалинец. Перед встречей директор Максима Аверина отметил, что Сергею повезло. Он может встретиться с семьей и легче пережить напряженный график. Он хороший мальчик. Его прыщи от него воняют на ногу. Ему 16 лет отсюда и прыщи. Финал трюкчасового спектакля – аплодисменты и цветы. А как еще, на универской сцене – звездный актерский состав. Известный зрителям по фильмам и сериалам. Артисты молодцы, Аверин. Это, конечно, гвоздь программы. Поэтому декорация простая, но очень эффектная. Спектакль шикарный, шикарный. Нам очень понравилось. Минимальное количество декораций, и так все продумано. Я как раз перед этим посмотрела версию телевизионную. Первая была 68-го года, а вторая была 2003-го года. Очень нудно, очень это. Но наши, я так думала, что наши все-таки переплюнет. Да, да, очень, да. Шикарно было. Очень понравилось. Самым терпеливым зрителям автографы и фото с актерами. Главный герой Максим Аверин к зрительу не смог. Но зато Анна Якунина, Дмитрий Лавуш, Владимир Кокленко и Сергей Сацердорский пообщались с углегорскими зрителями. Елизавета Кипарисова, Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Николай Петров. Углегорские новости. На этом выступления московских артистов на углегорской сцене не заканчиваются. 25 мая в РДК «Октябрь» покажут комедию «Сниму квартиру». Спектакль должны были играть в Углегорске прошлой весной, но из-за пандемии артисты не приехали. «Сниму квартиру» – это пьеса современного драматурга из Новосибирска Ольги Степновой. По сюжету трое мужчин арендуют одну и ту же квартиру. Деньги заплачены за полгода вперед, хозяйка пропала. И три незнакомых человека вынуждены делить между собой пентхаус в центре Москвы. В Углегорск приедут актеры Константин Соловьев, Александр Наумов и Иван Скицан. Играли артисты в разных известных фильмах от боевиков и мелодрам до комедий. «Проходите на спектакль, не пожалеете. Когда не стыдно приглашать, отвечаем за спектакль, за качество». Билеты еще можно приобрести в кассе РДК «Октябрь». Подробная информация по телефону 43 302. После долгого перерыва на сцену вернулись не только столичные артисты. Фестиваль «Танцевальные ритмы» прошел в Углегорском районе. Все подробности расскажем далее. «Своими аплодисментами вы будете поддерживать участников фестиваля, которые с большим волнением ждут выхода на сцену». «Танцевальные ритмы» – уже традиционный для Углегорского района фестиваль. В этом году зрители смогли увидеть 30 концертных номеров. «Для нас большое удовольствие танцевать на сцене, выступать. Мы долго готовимся, стараемся. У нас очень хороший хореограф. Она нас любит. Она горит желанием ставить новые и новые танцы. Поэтому, когда нас зовут, она всегда очень радуется». В 2020-м фестиваль не проводили. Из-за ковида танцы оказались под запретом. В этом году зрители и артисты наконец-то встретились. Цель этого мероприятия всегда одна. Это досуг. Досуг населения. Досуг населения и те люди, которые занимаются в клубных учреждениях, формированиях. И те люди, которые приходят сюда. Посмотреть на талантливых людей – это всегда здорово. «Мы уже дали один номер. Прекрасно выступили. Мы очень довольны. Слышали прекрасные греки бравого зрителей, что нас воодушевило. На второе выступление у нас еще тяжелый номер впереди. Вот готовимся. Я вперед все ходила. С девочкой у нас еще собираются». Уровень подготовки у танцевальных коллективов разный. От профессионалов до новичков. Воспитанники Екатерины Рящиковой – самые юные участники фестиваля. «У нас был небольшой промежуток. Может, это же большой год. Получилось так, что и отсутствовал год. Но вот в феврале этого месяца, 1 февраль, я вышла на работу. Набрала новую группу. Им сейчас 3,5-4, 4,5 годика. То есть совсем маленькие. И они были, в принципе, и самые-самые малыши на сцене сегодняшнего нашего фестиваля». Всем участникам фестиваля вручили дипломы. Но главное – это без ограничений выступать на сцене и видеть зрителей. Елизавета Кипарисова, Николай Петров, Углегорские новости. Углегорские спортсмены Артем Касьянов, Максим Чун и Александр Калинтеев открыли мотосезон и привезли медали с чемпионата и первенства Сахалинской области. Соревнования проходили в Корсаковском районе на аэродроме Пушистом. Бороли 75 спортсменов области из Углегорска, Смирных, Холмска, Корсакова, Долинска и Южно-Сахалинска. Победители определяли по времени двух заездов. Золото в категории 250 кубов среди мужчин от 18 до 35 лет завоевал Артем Касьянов. Третье место среди мужчин 15-35 лет получил Максим Чун. Юный мотогонщик Александр Калинтеев стал вторым в категории 12-15 лет. Как бы честно сказать, сезон еще только открылся и еще не все оттаяли после зимы. Еще все вялые. Ну, конечно, Калинтеев там мог бы лучше проехать, если так сказать. И вот о способности я знаю, потому что не раз участвовал, судил соревнования. Сейчас катались. Самое главное, что без травм. Это были Углегорские новости. Далее смотрите прогноз погоды и проект Старая пленка. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Днем до 11 тепла. Ночью плюс 5. Ветер слабый. Вторник. Пасмурно. Вероятен дождь. Днем температура плюс 9. Ночью 6 градусов выше нуля. Порыв ветра до 8 метров в секунду. В среду синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем будет плюс 6. Ночью плюс 4 градуса. Ветер до 14 метров в секунду. В четверг ожидается переменная облачность. Днем до 7 тепла. Ночью до 3. Ветер умеренный. В пятницу переменная облачность. Осадки маловероятны. Днем температура поднимется до 9 градусов. Ночью 3 градуса с плюсом. Ветер умеренный. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин